Уже 10 лет прошло с тех пор, как самолеты атаковали башни-близнецы, как произошел этот таракт страшный в Нью-Йорке, как весь мир узнал про то, что есть аль-Каида, и что эта аль-Каида угрожает миру, и в частности Америке. 10 лет, думайте, 10 лет прошло с тех пор. Я вот сейчас вспоминаю о том, как я узнал про этот таракт. Я был в Шотландии, стоял, как бы лицезрел оленей. Как бы в горной местности. Мне позвонили по телефону и сказали, что какой-то таракт в Америке. Я говорю, ну да, очередной таракт, ну подумаешь, ну что. А потом говорю, что, что, сколько, где. Я вдруг понял, что это не таракт, а тарактище, что это что-то такое колоссальное, что-то колоссальное призвано изменить весь ландшафт мировой, что началась другая эпоха, какой-то произошел тектонический сдвиг. Потом было технически очень трудно уехать из Великобритании именно на следующий день после таракта. Ну ничего, добрались до Москвы. И вновь и вновь смотрели на эти зачаровывающие, ужасные кадры, где самолеты атакуют башню. Есть какое-то время ко мне подошли специалисты, очень серьезные специалисты. Мне сказали, вот возьмите вот так нитку и натяните ее. А теперь попросите вашего друга, чтобы он эту нитку проткнул иголкой. Вот нормальную черную нитку взял и проткнул иголкой. Говорю, к чему вы это? Говорит, вот ровно столь же реализуем удар по башням с помощью самолетов для того, чтобы самолет навести на башню и воткнуть самолет в эту башню, летчик должен быть летчиком экстра-класса. А тренировать это все надо не на тренажерах, а на картоне, то есть должны быть выстроены декорации из таких же башен. И летчики экстра-класса должны атаковать башни. Тогда, может быть, они воткнутся в них так, как это показано на картинке. И как, видимо, это действительно произошло. Но четыре человека, которые втыкались в эти башни, не были летчиками-профессионалами. Они не были даже продвинутыми любителями. Они не сумели сдать экзамен и получить удостоверение летчиков. С этого момента начались новые и новые загадки. Что же там именно произошло? И вопрос о том, что именно произошло, задавали профессионалы, подчеркиваю, высшего класса. Люди, лишенные, так сказать, экзальтации, люди абсолютно чуждые того, что потом было названо теорией заговора и конспиратив ферии. Это были чёткие профессионалы. С тех пор прошло 10 лет. 10 лет, как это событие потрясло мир, 10 лет, как это событие повернуло куда-то, не весь куда мировой процесс, и за все эти 10 лет никто не понял ничего. И именно эта оскорбительность абсолютного непонимания того, что там произошло, что это всё означает, кто это всё сделал, вот эта оскорбительность как бы и побуждает меня к тому, чтобы вот попытаться снять этот фильм и попытаться что-нибудь сказать людям не унизительное о том, что произошло в этот страшный день, который, так сказать, изменил судьбу отнюдь не только Соединённых Штатов, но и всего мира. Что произошло в этот день? Как это нужно понимать? Как вообще избавиться от унизительности того, что ты только смотришь эту картинку и говоришь, да, ничего себе, ну, один раз ты её смотришь, ну, второй раз, ну, десятый, ну, двадцатый, сотый? Я 10 лет езжу на международные контртеррористические форумы с огромным количеством участников из очень многих стран мира, из десятков, а может, сотни стран. И 10 лет слушаю эти доклады и сам выступаю на пленарной сессии. И что-то пытаюсь говорить. 10 лет говорят специалисты, и 10 лет они говорят ни о чём. Ничего более унизительного, наверное, и не произошло в истории человечества. Я тут вспоминаю Макбета, когда он сидит со своими собутыльниками за столом, и вдруг является ему призрак банка. Макбет смотрит на этот призрак и говорит, кто это сделал, лорды? То есть у него такое ощущение, что кто-то из лордов нарядил кого-то в простыню и ему этого призрака показывает для того, чтобы разыграть какую-нибудь интригу. Он ещё не понимает, что он умеет делать с призраком. И также мы спрашиваем себя по поводу 11 сентября 2001 года или того, что американцы сами называют 9-11. Они сначала говорят 9-9 сентября, а потом 11-11. Вот по этому поводу. Кто это сделал, лорды? И зачем? Эти четыре человека, которые с трудом могут водить самолёты? Или кто-то ещё? Кто сумел осуществить такой гигантский таракт, события такого масштаба? Кто и зачем это сделал? Лорды! Спрашиваем мы себя, и мы должны получить какой-то ответ. Какой-то неунизительный ответ. Все делятся на две категории. Одни говорят, что ну как то. Что нам говорят в СНН, то и происходит. Други говорят, а знаем мы, всё это не так. На самом деле американцы это сами всё сделали. Между прочим, сейчас уже чуть не 50% населения Соединённых Штатов считают, что версия «сами сделали» имеет право на существование. И более трети говорят о том, что, наверное, это сделало правительство. Мы понимаем, что супердержава, а мы живём в мире, где Соединённые Штаты до сих пор являются супердержавой, крайне неустойчиво, если там треть населения считает, что атаку по башням-близнецам произвели сами американцы. Но неужели не может быть ничего за 10 лет такого, что выбило бы нас за рамки совсем уже банальных конспиративных версий и вот этого пережёвывания того, что сказано в СНН и где-нибудь ещё, так сказать, в шести источниках, в главных американских газетах, так сказать, в главных телепередачах, телевизионных каналах мира и на нашем телевидении. Неужели мы никуда не можем выйти за 10 лет из этого вот капкана? Если мы не можем никуда из него выйти, то люди ли мы? В состоянии ли мы вообще осознавать, что с нами происходит? В состоянии ли мы осмысливать события? В состоянии ли мы вообще в 21 веке искать смысл в происходящем, не впадая в крайности и не превращаясь в либо глотателей газет, либо в категорию, так сказать, конспирологов, которые про всё говорят, это неспроста, «О-о-о, там такое, что мало не покажется». Неужели у нас нет метода в руках, с помощью которого мы можем выйти за эти очень узкие и заведомо бесперспективные рамки? Это же вопрос, адресованный всему человечеству и всему населению нашей страны. Джон Дон когда-то говорил, «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Так назывался великий роман Хемингуэя, «По ком звонит колокол». Этот колокол, что бы ни произошло тогда в Нью-Йорке, звонит по всем. И неужели же мы не сможем понять, в чём этот звон? Неужели уподобимся тем, про кого говорят? Слышал звон, да не знает, где он. Итак, давайте всё-таки попытаемся разобраться с произошедшим. Но для того, чтобы с ним разобраться, нам нужно только рассматривать одно событие. Вот это событие, 11 сентября. Вот если мы уткнёмся в него и начнём его любым способом расковыривать, мы ничего не поймём. Мы окажемся рабами либо конспиративных теорий, либо, так сказать, официоза. Вот есть ещё какие-то события, которые находятся в прямой связи с этим событием. Наверное, их несколько. И если мы увидим, в какой связи, в каком соотнесении находится это событие с другими, то, может быть, тогда мы поймём происходящее по-настоящему. О каких событиях я говорю? Первое из этих событий – это атака на Пэрл-Харбор 7 декабря 1941 года. В этот день Америка вступила в войну с Японией и вообще во Вторую мировую войну. Для нас это малопонятное событие, дальнее, чужой истории, никак нас напрямую не касающиеся. Но если это событие не рассмотреть и не увязать с тем, что произошло 11 сентября, то мы лишаемся последних шансов на то, чтобы понять, что именно произошло 11 сентября. Поэтому, когда мы обсуждаем Пэрл-Харбор, мы обсуждаем не Пэрл-Харбор, мы обсуждаем 11 сентября, но только пытаясь соотнести произошедшее 11 сентября 2001 года с тем, что произошло на 60 лет раньше. И что для нас является непонятным и малообсуждаемым эпизодом чьей-то чужой американской истории, а для американцев, поймите это, это является одним из самых больных событий американской истории. По этому поводу написаны сотни книг, издано тысячи статей. Это напряжённейшим образом обсуждало американское общество. По этому поводу уже сложились различные точки зрения. И когда американцы, я подчёркиваю, не мы, а американцы, сравнивают 11 сентября 2001 года с событиями 7 декабря 1941 года в Пэрл-Харборе, то американцы не могут проводить это сравнение просто так. Это не случайно. В этом сравнении есть большой исторический смысл. Но меня спросят, а что, действительно, американцы когда-то что-то тут сравнивали? Вот это и есть то первое, с чем нам надо разобраться. Уже вечером 11 сентября президент Буш записал в дневнике «Пэрл-Харбор 21 века произошёл сегодня». Понятно? Американец, получивший блестящее образование, впитавший каждой порой, каждой клеточкой тела, американскую историю, её знаковые события и всё прочее, в день, когда произошёл этот самый «Навин-элевен», когда башни рухнули, пишет в своём дневнике, являясь президентом Соединённых Штатов. «Пэрл-Харбор 21 века произошёл сегодня». Значит, не кто-то, а президент США Джордж Буш сразу же после события сравнивает 11 сентября 2001 года с «Пэрл-Харбором». И не он один. Сенатор-республиканец Чак Хагель, участник Вьетнамской войны, провёл то же сравнение. Он сказал, это второй «Пэрл-Харбор», я не думаю, что это преувеличение. Американские сенаторы – люди, обычно, так сказать, хорошо знающие свою собственную историю и как бы впитавшие её тоже с материнским молоком. Чак Хагель говорит то же самое, что Джордж Буш. Но пока речь идёт только о констатации, и если бы речь касалась только констатации, то, может, я бы и не стал придавать ей такое большое значение. Но вот книга Збигнева-Бжезинского «Великая шахматная доска. Превосходство Америки и её геостратегические интересы». Что же говорит Бжезинский по поводу того же самого? «Американцы, – пишет он, – с их демократическими инстинктами». Слышите? «Демократическими инстинктами». Он не хочет называть это американцы с их привычкой к потребительскому комфорту и так далее. Он говорит с демократическими инстинктами. «Не допустят человеческих жертв и повышения военных расходов, необходимых для мобилизации империи». Под империей Бжезинский имеет в виду Соединённые Штаты Америки. Это он называет Соединённые Штаты империей, Четвёртым Римом. Это нам долго внушали, что империя – это плохо. А Бжезинский в этой своей книге говорит, «У нас замечательная империя, самая великая в мире, и надо мобилизовать её ресурсы». Но, – пишет он, – американцы с их демократическими инстинктами, считай, потребительскими рефлексами, не допустят человеческих жертв и повышения военных расходов, необходимых для абсолютно нужного нам дела для мобилизации империи. Однако, – пишет Бжезинский, это препятствие, то есть американская привычка к комфорту или то, что Бжезинский называет демократическими инстинктами, можно преодолеть, если возникнет серьёзная и широко осознаваемая прямая внешняя угроза, подобная шоковому эффекту от удара Японии по Перу-Харбору. Итак, дело не в том, что Буш проводит параллель между Перу-Харбором и 11 сентября. Дело не в том, что то же самое делает Чак Хагель и многие другие американские политики. Дело в том, что Бжезинский говорит, «Если мы хотим мобилизовать все ресурсы империи на мировое господство, нам надо преодолеть американскую тягу к комфорту, американские демократические инстинкты. Для этого нам нужно шоковое событие, такое, как Перу-Харбор. Вот он об этом говорит, и происходит событие, такое, как Перу-Харбор, такое, как Перу-Харбор, говорит Буш, такое, как Перу-Харбор, говорит Хагель и другие. И это событие 11 сентября. Так не стоит ли в этой связи повнимательнее присмотреться к тому, что такое Перу-Харбор? И как этот Перу-Харбор связан с 11 сентября? Но тут же надо бы посмотреть и на другое событие, ничуть не менее важное, и очень тесно связанное с 11 сентября 2001 года. Это событие – начало Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года. Подчеркиваю, не 7 декабря 1941 года, Перу-Харбор, а наше начало войны. День нападения Гитлера на СССР. Какая связь, спросит меня, почему это событие может что-то прояснить по отношению к тому, что произошло 11 сентября? А вот почему. Каждый раз, когда мы проводим параллель между 11 сентября 2001 года и тем, что произошло в Перу-Харборе, нам говорят, знаете, вы выдумываете что-то. Вы явным образом что-то выдумываете, потому что вы некие неувязки, которые действительно имели место у американцев, которые как бы пропустили удар по Перу-Харбору и очень сильно это переживают. Вы эти неувязки превращаете в некую теорию заговора. Вы представляете события так, как будто бы президент Рузвельт и его окружение действительно специально позволили японцам нанести удар по Перу-Харбору, спровоцировали японцев на Перу-Харбор. Но извините, если внезапность нападения на Перу-Харбор вас так смущает, то ведь разве внезапность нападения на СССР не должна смущать таким же образом. Ведь все то же самое, ведь были множественные подтверждения того, что будет 22 июня 1941 года это нападение Германии, ведь их руководство СССР тоже не услышало, как Рузвельт действительно не услышал предупреждения американской разведки и других разведок мира по поводу того, что нападут на Перу-Харбор. Разве это не одно и то же? Так вот, это совсем не одно и то же. если мы сравним два этих внезапных события, если мы сравним внезапность нападения на Перу-Харбор, после которой началась война США с Японией, и внезапность нападения на нас, после которой началась война Советского Союза с Германией, то это абсолютно разные внезапности. И как только мы сравним эти внезапности и поймем, что они разные, мы поймем и все остальное. Поэтому тот труд интеллектуальный, который придется осуществить для того, чтобы понять суть события под названием Перл-Харбор, сравнив внезапность этого нападения с внезапностью нападения на СССР 22 июня 1941 года, не будет напрасным трудом, он не уведет нас в дебри истории, он позволит нам понять, что произошло 11 сентября 2001 года и избавиться вот от той унизительности, которая преследует нас уже 10 лет, когда мы смотрим на кадры и чувствуем себя людьми, которые смотрят в книгу и видят фигу. Видим и не понимаем. Так давайте эту работу осуществим. Начнем с такого понятия, как инцидент. Для нашей политической культуры это понятие достаточно новое и странное, но для американской политической культуры, в которой мы хотим разобраться, это понятие является решающим. Оно говорит об очень и очень многом. 14 февраля 1941 года, то есть меньше чем за год до нападения на Перл-Харбор, Рузвельт принимает в США посла Японии Намура. Рузвельт принимает его вместе с госсекретарем США Хэллом. Рузвельт и Хэлл принимают Намуру, посла Японии. И вот что говорит президент Рузвельт, который никогда в своей жизни не произносил ни одного лишнего слова. Вот что он говорит послу Японии меньше чем за год до нападения Японии на Соединенные Штаты. Рузвельт говорит, что президент МакКинли сделал все, чтобы избежать войны с Испанией, но случилась одна из тех ужасных вещей, которые называют инцидентами. Никто не знает, был ли Мэн потоплен испанцами или нет, но президент МакКинли не смог сподпротивляться требованиям американского народа начать войну после того, как был потоплен крейсер Мэн. Речь идет о взрыве американского крейсера Мэн на рейде Гаваны в 1898 году. Этот взрыв послужил поводом для объявления войны Испании Соединенными Штатами. Соединенные Штаты после этого взрыва объявили войну Испании, хотя Рузвельт справедливо говорит, никто не знает, кто взорвал крейсер Мэн. Но после этого президент МакКинли уже не мог сопротивляться воле американского народа. Сравните это с тем, что говорит Бжезинский о демократических инстинктах. Американского народа, которые оказались переломлены после того, как начинается Пэрл-Харбор или такие же шоковые события. Мне кажется, что параллель абсолютная. Начнем с того, что Пэрл-Харбор действительно очень похож по внезапности нападения японцев и абсолютной неготовности американцев к этому нападению на то, что произошло 22 июня 1941 года. Он похож вплоть до деталей. Но эти детали говорят абсолютно не о том, как их хотят истолковать наши оппоненты. Дело же не в том, что, так сказать, и там, и там бардак. Дело в том, что нам очень долго внушали, что бардак-то, приводящий к этой самой внезапности, может быть только в СССР. Что он связан с глупостью паранойи Сталина, с тупостью коммунистической системы, которую не слышал о Рихадор Сорге, который все рассказал о том, как будет идти нападение на СССР, которая не слышала перебежчиков, которая не слышала никого, потому что она тупая, коммунистическая, как бы костная, возглавляемая маньяком или параноиком. Теперь мы имеем дело с другой системой, абсолютно демократической. Гениальный Рузвельт, демократические Соединенные Штаты, великое государство, контроль за спецслужбами, возможность проверять и перепроверять информацию, нет никакого параноидального диктатора, и что? И точность, и все то же самое. Поразительные совпадения. Ну, начнем с того, что в октябре 41-го года в Вашингтон приезжает один из крупнейших военных деятелей, лорд Маунт Бентон, он едет в Перл-Харбор, из Вашингтона, читает там лекцию о Порт-Артуре и говорит «Военные Перл-Харбора, обратите внимание, вскоре по Перл-Харбору будет нанесен точности такой удар, как был нанесен по русской эскадре в Порт-Артуре». Дальше он описывает до деталей то, как будет нанесен этот удар. Но можно сказать, это предвидение крупного военного, почему американцы должны брать его в расчет, но есть же и другое. Есть история Попова, которая просто один к одному является американским ремейком истории Рихарда Зорге. Попов – это Югослав, который был крупным или крупнейшим американским агентом, точнее, агентом Великобритании, и в качестве такового согласился быть завербованным немецкой разведкой и начал оказывать немецкой разведке крупные услуги. Итак, это агент Великобритании, имитировавший то, что он завербован немецкой разведкой. Немцы поверили, клюнули и направили Попова в Японию, где Попов, как агент Абвера, мог доверительно говорить с японцами о том, что будет. И поскольку он был очень доверенным лицом для немцев, то японцы рассказали ему все. Все до деталей. Там проблема была, я когда говорю о деталях, в том, как сделать так, чтобы торпеды, сбрасываемые с военных самолетов, не шли слишком глубоко, потому что там дно в Парухарборе, в этой бухте, не такое глубокое, и нужно, чтобы торпеды шли почти по поверхности. Японцы дорабатывали торпеды. Они рассказали Попову, как именно их доработали, как они проводили эксперименты, что теперь торпеды могут поражать американские суда в Парухарборе. Они рассказывали, как именно они будут атаковать Парухарбор, когда все подряд они рассказали этому Попову. Попов приехал в Соединенные Штаты и подробно лично доложил это директору ФБР Гуверу. Все рассказал ему. Как отреагировал Гувер? Поскольку Попов был для Гувера подозрителен тем, что он был любвеобилен, его называли трайсикл. Трайсикл это трехколесный велосипед. Есть двухколесные велосипеды байсикл, а есть трехколесный трайсикл. Кличка Попова была трайсикл. Ибо он был весьма любвеобилен и как бы не просто, так сказать, подъявался сексуальным утехом с какой-нибудь женщиной, а предпочитал, чтобы женщин одновременно было две. Гувера это безумно разозлило. Сам Гувер был известным гомосексуалистом. Ну, всемирно известным. Это совершенно открытая информация. Он очень сильно взъявился на Попова, уничтожил его информацию, начал преследовать Попова. Попов сбежал из США в Канаду и потом с трудом остался жив. Гувер не только никому не доложил об этом, он уничтожил все следы информации, так сказать, и она всплыла наружу потом уже. Из аналогов был такой легендарный разведчик Донован, который возглавил первую американскую разведку еще до ЦРУ, она называлась УСС, управление стратегических служб. Вот этот Донован имел агента Моурера, которого он направил в Японию для того, чтобы разведать ситуацию. Моурер разведал ситуацию блестяще. Он опять-таки сообщил американцам, когда и как будет осуществлено нападение на Перл-Харбор. Доновану заткнули рот. А вот что произошло с Моурером, что он пишет в своих воспоминаниях. Я рассказал адмиралу Киммелю, это тот самый адмирал, который ответил за оборону Перл-Харбора, за оборону военно-морского флота в Перл-Харборе. Рассказал адмиралу Киммелю о готовящемся нападении на Перл-Харбор. Он смеялся от души. Потом Киммель рыдал, рвал на себе волосы. Но тут Моурер пишет, он смеялся от души. Эти люди считают, что японцы нападут на Россию. Когда я говорю о своих источниках, считающих, что нападение будет на США, генералы обвиняют меня, что я трачу время на слабоумных. Моурер представил Вашингтон докладную на 57 страницах. Документ был брошен в корзину. Доклад Моурера был датирован 3 декабря 1941 года. Нападение началось через 4 дня. И так мы должны признать следующее, что демократические Соединенные Штаты, не возглавляемые никаким ужасным диктатором, не подверженные ничьей паранойи, осуществили по отношению к началу своей войны, войны с Японией, в точности то же самое, что мы по отношению к началу своей войны, войны с Германией. Но только ли это в том-то и дело, что Соединенные Штаты находились в принципиально другой ситуации, чем мы. В этом разница между данными, получаемыми техническим способом и данными, получаемыми от агентов. Каждый может легко понять, что это такое. Прошу прощения за это сравнение, но представьте себе две возможности. В одном случае вам сообщают о том, что ваша жена вам изменила, так сказать, и это сообщение исходит от ее подруги, которая шепчет вам что-то на ухо. В этом случае вы можете доверять или не доверять подруге, считать, что она, так сказать, сама что-то хочет, вас, как бы, организует конфликт между вами и вашей женой и так далее. И технической съемкой, когда вы видите все это, так сказать, записанным на видеокамеру и со звуком. Есть разница? Никто во всем мире никогда не доверяет своим агентам. Агентов проверяют и перепроверяют, так сказать, сличают их показания, понимают, что эти агенты могут быть перевербованы, что их информация может быть неверна, события огромной важности начала войны. А вдруг агент солжет? А вдруг это активное мероприятие, при котором специально, так сказать, внедряют вам дезинформацию, чтобы вы сделали ложные действия? Это одно. А вот теперь давайте посмотрим, что было у американцев и чего не было у нас. Американцы великий народ во всем, что касается техники. С начала 20-х годов они поставили перед собой грандиозную техническую задачу. Разгадать все японские военные шифры. Сделать так, чтобы Япония была для них абсолютно прозрачна. Чтобы ни одно японское шифрованное сообщение не было для них шифрованным, что они все читали. Начиная с 20-х годов они поставили перед собой огромную техническую задачу. Когда американцы ставят перед собой огромную техническую задачу, они ее решают. Для решения этой задачи они ищут всегда лучших людей, талантливых, я бы даже сказал гениальных. Они нашли одного такого человека, это лейтенант Саффорд, которому с 24-го года они поручили разгадку японских шифров. Во второй половине 20-х годов американцы уже могли читать шифропереписку японского флота. Это был так называемый красный код. В 1936 году Саффорд, запомним эту фамилию, она нам очень важна для дальнейшего, был назначен начальником ОП-20G, 5-го отдела 20-го управления главнокомандованием ВМС США. Этот отдел занимался перехватом и дешифровкой кодов. С конца 20-х годов уже ни одно ведомство Японии не могло послать шифрованное донесение так, чтобы американцы его не читали. Задолго до Перл-Харбора люди Саффорда, его ближайшие соратники, наконец, сумели расшифровать самый важный правительственный код Японии, так называемый розовый код. Секретным исполнителем этой работы был руководитель группы криптоаналитиков Фридман. Когда он представил результаты своей работы, все были потрясены. Они назвали группу Фридмана Саффорда кудесниками, а машину, которая расшифровывала японские донесения, они назвали чудом. Не было этого чуда почему-то у Киммеля, которому надо было обеспечить оборону Перл-Харбора. А не было его потому, что тот комплект, которому полагался, был передан Великобритании. Запомним это и пойдем дальше. Итак, у американцев есть то, чего близко не было у Советского Союза. Они непрерывно читают все правительственные сообщения, все военные шифровки. Они читают все. Для них Япония абсолютно прозрачна. И в том, что у американцев есть такая прозрачность, а у нас ее нет. Первая фундаментальная разница между тем, как началась война нападением Гитлера на Советский Союз и тем, как началась война нападением Японии на Перл-Харбор. Но к этому все не сводится. Есть другое фундаментальное различие. Оно заключается в том, что у нас в руках не было никаких инструментов предотвращения нападения Гитлера. Мы не могли подарить Гитлеру ничего так, чтобы он не напал. А у американцев в руках был рычаг, с помощью которого они могли сделать так, чтобы Япония не напала и чтобы Япония напала. Этот рычаг был экономический и дипломатический. Главный был экономический. В 41-м году министр внутренних дел США по фамилии Икес накладывает эмбарго на поставку Соединенными Штатами горючее по Японии. Он ставит Японии этим мат. Рузвельт немедленно отменяет решение Икеса. Икес безумно амбициозный человек. И он говорит Рузвельту, раз вы отменяете это мое историческое решение, я подаю отставку. Рузвельта никак не устраивает отставка Икеса. Тогда он встречается с Икесом и подробно объясняет Икесу, что если только наложить такой эмбарго и перекрыть японцам возможность поставки горючего из Соединенных Штатов, то Япония вынуждена будет напасть на Соединенные Штаты. Что это нападение неизбежно. Понимаешь, говорит Икес, ты в принципе действуешь правильно, но тогда они на нас нападут, говорит Рузвельт Икесу. Это все зафиксировано. И это неправильно, чтобы они на нас напали. Поэтому, пожалуйста, не подавай в отставку, откажись от эмбарго, прими мое решение и работай. Икес соглашается. Но в июне 1941 года, когда японцы всего лишь начинают новую фазу продвижения в Индокитай, который, так сказать, под контролем не Америке, а Франции, в Южный Индокитай, в этот момент Рузвельт сам вводит эмбарго. И когда начальник штаба военно-морских сил Соединенных Штатов, Старк, говорит Рузвельту, господин президент, вы же сами говорили нам, что а японцы тогда на нас нападут. Рузвельт мальчик ничего не отвечает. Это первое. Но это экономические действия. Есть еще и дипломатические. С того момента, как японцы перекрыт кисворот, их вынуждают на нападение, чего, подчеркиваю, Советский Союз абсолютно не делал с гитлеровской Германией. Там все происходило прямо противоположным образом. С этого момента начинается дипломатическая игра. В сентябре 41-го года император вызывает к себе всех высших японских военных. В присутствии императора начальник главного морского штаба адмирал Нагана заявляет императору буквально следующее. Япония напоминает тяжело больного, которому предстоит операция. Без нее больной угаснет, но и операция смертельно опасна. И тогда Нагана прямо говорит императору добейтесь переговорами нужного нам результата совместимого с жизнью Японии. Добейтесь или придется начать войну. Это все происходит в присутствии потрясающего трагического умнейшего политика Японии принца Каной. Принц Каной слышит это и понимает чем чревата война Японии и Соединенных Штатов. Принц Каной вообще не хочет развивать войну ни с СССР ни с Америкой. Он хочет двигаться на территорию Китая, быть крайне осторожным и медленно переваривать то, что было завоевано. То есть вот эти самые китайские, корейские и прочие территории. Принц Каной понимает, что если сейчас не добиться мира с Соединенными Штатами, Япония рухнет. Раньше или позже она рухнет. И принц Каной делает все возможное для того, чтобы добиться переговоров с Соединенными Штатами. Высший японский аристократ, человек своей касты, надменный, неспособный унижаться, особенно перед иностранцами, принц Каной чуть ли не на карачках ползает перед Рузвельтом. Только для того, чтобы обеспечить какие-нибудь дипломатические результаты. Чтобы помешать военным напасть на Соединенные Штаты. Чтобы сказать военным неизбежности нападения нет. Оно не нужно. Мы договорились с Соединенными Штатами. 6 сентября 1941 года он приглашает посла США в Японию Глю на тайное совещание. Это беспрецедентная норма. Дальше 29 сентября Глю записывает в дневнике для премьер-министра Японии нарушить все традиции, которые японцы так чтят и выразить желание являться со снятой шляпой в руке, встречаясь с президентом США на американской земле. Это жест предельного унижения отчаяния. Принц Каной идет на это. Рузвельту ничего не стоит встретиться с принцем Каной, если Рузвельт хочет мира. Понимаете? Сталину уже с кем не встречайся, а Гитлер накручивает механизм войны. А Рузвельту ничего не стоит встретиться с принцем Каной, если он хочет мира. Но Рузвельт категорически с ним не встречается. И он понимает, что это приведет к падению правительства Каной, к падению единственного правительства мира. И он холодно и спокойно обеспечивает это падение. 16 октября 1941 года Каной подает в отставку в результате действий Рузвельта. Нет в мире историка или дипломата, который не понимает, что это произошло в результате действий Рузвельта, который не захотел встречаться и понимал, что будет после того, как он откажется встречаться. В 1945 году Каной ритуально кончает жизнь самоубийством. Делает Харакири. Формируется правительство генерала Тодзио, которое является правительством войны. Рузвельт прекрасно понимал, и Рузвельт, и госсекретарь США прекрасно понимали, что будет формироваться правительство войны. Правительство Тодзио. Это правительство еще называют маньчжурской бандой. Итак, американцы не только имели абсолютно прозрачную ситуацию, когда они читали все, все, что японские военные писали шифрованными кодами, все, что писали японские политики. Они имели в своих руках рычаг переговоров, протянутую руку Канойя. Они эту руку отрубили. Ради чего? Они думали, что другое правительство будет правительством мира. Этого не могло быть. Они прекрасно понимали, что это будет правительство войны. И они перекрыли японцам экономический кран, понимая при этом, что они не могут не прыгнуть. Они перед этим отказывались перекрыть этот кран. Объясняли свой отказ перекрыть кран тем, что японцы в противном случае прыгнут, а потом взяли и перекрыли кран. И одновременно вместо правительства мира, правительства Каноэ создали правительство войны, правительство Тодзио. Картина начинает прорисовываться. Возникает военный кабинет Тодзио. 17 октября 41 года на следующий день после падения правительства Каноэ Рузвельт проводит совещание на высшем уровне. Все подобные совещания протоколируются. От этого совещания не осталось почти никаких следов. счастье историков в том, что военный министр Стимсон всегда что-нибудь записывал в дневнике. Так вот, никаких официальных следов от этого совещания не осталось. Осталась запись Стимсона. Мы стоим перед деликатной проблемой, пишет Стимсон в дневнике, вести дипломатические дела так, чтобы Япония оказалась неправой, чтобы она совершила дурное первой. чтобы она первой сделала открытый шаг. И так Рузвельт понимает, что правительство Тодзио это не правительство Каноэ, что оно вынуждено будет нападать. И Стимсон пишет о результате совещаний с Рузвельтом. Мы должны спровоцировать их на первое нападение, то есть на Перл-Харбор. А теперь посмотрим, как ведет себя правительство Тодзио. Правительство Тодзио тоже хочет мира с Соединенными Штатами. Даже предельно милитаризованное, агрессивное правительство Тодзио тоже хочет мира, как и умеренное правительство Каноэ. Японцы предлагают американцам два плана. План А, который больше устраивает, и совсем компромиссный план Б. Сначала американцы рассматривают план А и обещают японцам, что они может быть на него согласятся. Потом они отказываются. Потом они рассматривают план Б и говорят о том, что, наверное, все-таки на этот план мы согласимся. И тянут время. Тянут время. А японцы понимают, что у них все на пределе. Что им надо или умирать, или нападать. Тогда министр иностранных дел в этом милитаризованном до предела правительстве Тодзио посылает шифротелеграмму на Муре по Су Японии в США. Это шифротелеграмма, которая тут же ложится на стол Рудзвельта. Понимаете? Все все пишут. И все все читают. Американцы непрерывно читают то, что японцы пишут своими замечательными шифрами. Японцы считают, что они непрозрачны для американцев. Американцы все читают. Что же они читают? Они читают секретную телеграмму номер 736, которую Тога, министр иностранных дел, посылает на Муре. Он говорит, дату 25 ноября категорически нельзя изменить. Речь идет о запуске военной машины Японии для нападения на Перу-Харбор. Через пять дней Тога снова телеграфирует на Муре. Срок установленный моим номер 736 абсолютно нельзя изменить. Скорее получите какие-нибудь дипломатические результаты или мы нападем. Эта телеграмма кладется расшифрованной на стол Рузвельта и Хэлла. Они ее читают и продолжают тянуть время. 16 ноября Тога повторяет то же самое. Я установил предельный срок для окончания ваших переговоров в телеграмме номер 736. Этот срок не может быть изменен. Пожалуйста сделайте что-нибудь. Рузвельт и Хэлл спокойно это читают и ничего не делают. А 19 ноября Токио информирует японские посольства и миссии о сигнале который будет означать начало военных действий. Они информируют свои миссии. Если конфликт будет японо-американским сигнал будет восточный ветер дождь. Если конфликт будет японо-советский северный ветер облачно. Есть ли японо-английский западный ветер ясно. Это все немедленно кладется на стол. Рузвельта Хэлла военного министра Стимсона американских главных военных они это знают. Знают с 19 ноября 22 ноября ТОГО в последний раз телеграфирует послам. Нам страшно трудно изменить дату установленную в моей телеграмме номер 736. Вы должны знать это. Но я знаю и то, что вы и так прилагаете сверхчеловеческие усилия. Сделайте что-нибудь. Вы должны завершить переговоры подписанием соглашения к 25 однако если вы завершите их хотя бы к 29 давайте я напишу вам эту цифру прописью к 29 то еще можно будет что-то спасти. После этого события будут развиваться автоматически. Рузвельт и Хэлл опять читают и эту запись и опять ничего не делают и не просто ничего не делают. 25 в день когда они читают эту запись они встречаются с военными и опять же след один. Запись в дневнике Стимпсона. Там запись следующая. Президент указал что на нас по-видимому будет совершено нападение не позднее 30 ноября ибо японцы как известно атакуют без предупреждения что нам делать пишет Стимпсон и далее пишет следующее проблема сводится к тому как нам сваневрировать чтобы Япония сделала первый выстрел то есть как нам спровоцировать Японию тем не менее американские военные опасаясь страшных последствий ускоренного начала войны между США и Японии убеждают таки Рузвельта согласиться на план Б то есть на самый мягкий из всех возможных компромисс в Японии 25 вечером Рузвельт говорит да мы согласны мы идем на компромисс он жмет руку своим военным улыбается им говорит парни вы меня убедили 26 ноября президент Соединенных Штатов и госсекретарь вместе кулуарно принимают решение прямо противоположное тому которому они договорились с военными прямо противоположное понимаете проект плана Б отброшен проект любого компромисса с Японией отброшен подготовлены 10 пунктов которые госсекретарь Хэл вручает послу на Муре это 10 пощечин японцам это абсолютно четкий сигнал японцам мы ни на какие компромиссы с вами не пойдем мы будем вас додавливать или прыгайте на нас или мы вас раздавим без этого прыжка есть такой крупнейший американский историк никакого отношения к конспирологии не имеющий крупнейший американский историк первой половины 20 века Чарльз бирт вот что он пишет никогда в истории американских дипломатических отношений с Востоком если можно доверять опубликованным материалам правительство США не предлагало Японии немедленно убраться из Китая под замаскированной угрозой войны и под давлением экономических санкций которые могли привести к войне даже самые отчаянные империалисты детствовавшие под эгидой республиканской партии США никогда не осмеливались так давить на Японию президент Рузвельт в самый критический момент пошел на то что не осмеливались в обычных условиях сделать самые галтелые империалисты республиканцы то что он предложил японцев беспрецедентно по своей жесткости и так вместо того чтобы ослабить ситуацию и включить дипломатический рычаг сюда смягчив ситуацию Рузвельт дернул его до конца в обратную сторону перед этим заверив своих военных что он именно смягчит ситуацию император воскликнул это война у нас очень много любят говорить поскольку уж я провожу параллель между Советским Союзом и Соединенными Штатами о депортациях которые провели ужасные коммунисты в годы Великой Отечественной войны мало кто любит говорить о японских депортациях и очень много по этому поводу угут говорят например что эти депортации были начаты тогда когда японцы уже напали на Перл-Харбор и это был шок нападения ну так вот неопровержимый исторический факт состоит в том что 26 ноября 1941 то есть за 13 дней до нападения на Перл-Харбор японцев президентский дворец был вызван антрополог доктор Филд Рузвельт получил Филду составить поименный список всех японцев и американцев японского происхождения проживающих в США с точным адресом каждого за основу взять результаты выборов 30-го и 40-го годов списки в запечатанных конвертах немедленно передать доверенному секретарю президента Грей Сталли в рекордно короткие сроки Филд собрал адреса 127 тысяч японцев и американцев японского происхождения при этом японцами было принято считать даже лиц с 1,16 японской крови никакого значения являются ли эти лица гражданами США не имело 3-го декабря то есть до 4 дня до начала войны за 4 дня до нападения японии на Пэрл-Харбор который считался таким неожиданным потом рассматривалось потом как неожиданное эти конверты находились в белом доме то что американцы творили с японцами запредельно они их депортировали жесточайшим способом там были чудовищные лагеря такие как Туля-Лейк на севере Калифорнии условия были нечеловеческими из 112 тысяч депортированных 78 тысяч были гражданами США то что американцы писали об этой депортации ничем не отличается от того что писало ведомство доктора Геббельса в дальнейшем еще в 84 году американцы отказывались что-либо делать с тем чтобы исправить ситуацию хотя бы задним числом извиниться или дать какие-то компенсации японцам которые пострадали абсолютно невинно японцам гражданам США только в 87 году тут что-то сдвинулось поэтому апропо между прочим не надо говорить о чьих-то зверствах так как будто бы кто-то эти зверства совершал а другие были белыми и пушистыми депортация была нормой той эпохи американцы проводили эту депортацию жестко но что для меня намного важнее они проводили ее до нападения на Перл-Харбор они накапливали материалы для депортации до нападения на Перл-Харбор Рузвельт знал что будет это нападение он уже заранее а не разгорячившись от вероломства японцев принял решение депортировать этих японцев и к 3 декабря он был готов к депортации за 4 дня до Перл-Харбора за 4 дня до этой фантастической неожиданности теперь дальше мы подходим к главному и 4 декабря станция радиоперехвата флота в Четтенхэме штат Мэриленд приняла таки сигнал которого все так давно ждали именно этот сигнал должен был решить судьбу войны на Дальнем Востоке вот наконец она говорит ближайший соратник Саффорда Крамер Саффорду вот она телеграмма в ней написано восточный ветер дождь Япония нападает на Соединенные Штаты от перехвата этой телеграммы зависела судьба войны телеграмма была перехвачена под перехват этой телеграммы были мобилизованы все возможности Соединенных Штатов Саффорд вспоминает давая показания эта информация давала возможность обезопасить американский Тихоокеанский флот в Перл-Харборе от такого нападения которому русские подверглись в свое время в Порт-Артуре что происходит дальше Саффорд докладывает комиссии Конгресса а далее я передал эту телеграмму немедленно корту адмиралу Нойсу Нойс при мне разослал этот драгоценный перехват по разметке президенту военному министру военно-морскому министру эта телеграмма вот она и есть то самое главное от чего все зависит говорит Саффорд что дальше происходит Саффорд дает эти показания а все остальные от них отказываются они говорят мы эту телеграмму не рассылали это выдумки Саффорда может быть действительно это выдумки Саффорда комиссия Конгресса начинает разбираться и она находит номер этой телеграммы 70001 но телеграммы нет все остальные секретные перехваченные телеграммы есть одной этой телеграммы нет а номер у нее есть именно тот номер на который ссылается Саффорд 70001 дальше эта история дополняется история полковника Саддлера который убеждал маршала и других своих начальников немедленно сигнализировать о том что начинается нападение на Перл-Харбор его высмели и наказали потом происходит то что происходит при всех нападениях наконец Розвельт что-то понимает но он не хочет беспокоить военных один из них находится на спектакле где он смотрит Аперетту и надо обязательно подождать пока он досмотрит Аперетту а другой несколько часов так сказать занимается конным спортом его тоже нельзя беспокоить телеграмма Рузвельта предупреждающая нападение Японии приходит через несколько часов после нападения когда Парл-Харбор разгромлен кого обвиняют во всем этом естественно тех кто является стрелочниками это флотский командир Парл-Харбора Киммель и сухопутный командир Шорт их обвиняют их чуть не судят и так далее но уже в 44 году начинается расследование конгресса в котором выясняется что Киммель и Шорт ни в чем не виноваты сам Киммель до последнего дня жизни помнит мой груз эти оскорбления когда он узнал от Сафарда о том что существовала эта телеграмма восточный ветер дождь он пришел в неописуемую ярость его друг вспоминает что Киммель готовился к процессу с тем чтобы разгромить негодяев которые утаивали информацию в этот момент ему сообщили о смерти его сына моряка он обернулся сказал что погиб ну что ж сказал он это бывает и добавил этот мерзавец Рузвельт убил и моего сына началась многолетняя история с расследованием того что же именно совершил Рузвельт один из интереснейших эпизодов этой истории это показания вице-адмирала Теодора Уилкинсона главы военно-морской разведки во времена Парухарбора он предъявил 11 радиоперехватов по поводу которых все остальные высшие лица говорили что их не существует 11 люди говорят а этих радиоперехватов не было как говорит не было вот я предъявляю у меня есть копия и этого не было вы опять лжете 11 раз высшее руководство солгало 11 раз что произошло с Уилкинсоном он погиб в автомобильной катастрофе его жена до конца своей жизни упрекала Сафарда который уговаривал Уилкинсона дать показания в том что он виновен в этой смерти произошло несколько расследований часть конгрессменов заявила о том что Рузвельт виноват и так далее вот что такое история с Парухарбором вот что такое история которую американцы Джордж Буш Збигнев-Жизинский и другие сравнивают с 11 сентября давайте для того чтобы еще раз посмотреть на эту историю под этим углом вчитаемся в фразу Бжизинского американцы с их демократическими инстинктами не допустят человеческих жертв и повышение военных расходов необходимых для мобилизации империи однако это препятствие можно преодолеть если возникает серьезная и широко осознаваемая прямая внешняя угроза подобная шоковым эффекту от удара Японии по Пару-Харбору справедливо можно задать вопрос и что вы хотите сказать вы хотите сказать что как Рузвельт допустил удар Японии по Пару-Харбору так же Буш допустил удар Аль-Каиды по башню а разве так может быть разве это вообще может существовать разве это мыслимая норма разве не является подобное заявление прямым свидетельством вашей приверженности конспирологии теории заговора разного рода безумия согласно которым все всех уничтожают разве так нельзя сказать что вообще все спецслужбы взрывают всегда все дома и все объекты и так далее так можно было бы сказать если бы мы рассматривали события 11 сентября только в связи с Пару-Харбором и нападением на СССР но есть еще одно событие которое является не менее важным это событие растянуто во времени в 70-е годы Италия европейская нормальная страна довольно левая там много коммунистов много левых потрясена тем что начнут взрываться банки поезда еще черт знает что гибнут люди горы обугленных трупов валяются трупов итальянцев и говорится что все это делают радикалы красные бригады коммунисты итальянцы шарахаются в сторону от коммунистов они начинают голосовать за консервативные партии но если коммунисты могут такое какой кошмар затем итальянские профессора начинают расследовать эти события потому что уже не только взрывают банки не только взрывают поезда я снова подчеркиваю заполненные итальянцами европейскими людьми но еще убивают премьер-министра Альдо Моро в 78 году в 1978 умеренного человека убивают какие-то краснобригадовцы происходит какой-то кошмар Италия погружена в этот кошмар и не понимает что происходит и у итальянских профессоров итальянских юристов а потом итальянских политиков хватает мужества на то чтобы разобраться и если бы у нас в руках не было итальянских неопровержимых исторических документов мы бы блуждали в потемках и обсуждали то ли дождик то ли снег то ли будет то ли нет могут быть такие нелюди что они взрывают собственное собственное население с тем чтобы повернуть политический процесс или таких нелюдей быть не может но события разворачиваются так сначала отдельные исполнители терактов начинают давать показания что за их спиной стоит сеть гладио секретные натовские сети ну наверное врут потом публикуются письма премьер-министра Италия Альдемора в которых он рассказывает о том что он знает про эти секретные сети и что он понимает что речь идет об их зловещих действиях именно для того чтобы заткнуть ему рот его и убивают ну Альдемора бредит но потом венецианский судья Филичи Кассен в 90-м году приходит к премьер-министру Италии Джулио Андриотти и говорит господин премьер мне кажется что за спиной всех дел которые расследую стоят какие-то махинации секретных служб пожалуйста подпишите мне доступ в секретный архив итальянской спецслужбы сисми хранящиеся в форте Бочеа в Риме Джулио Андриотти подписывает этот доступ венецианскому судье Филичи Кассену и тот приносит Андриотти неопровержимые доказательства того что сеть Гладио существует что эта сеть создана спецслужбами НАТО что она состоит из так называемых стенд-бихайенд и что она занималась террористическими актами по всей Европе включая Италию далее Джулио Андриотти делает признание итальянскому парламенту и это опубликованная бумага далее Андриотти передает итальянской парламентской комиссии документы по поводу этого Гладио и этих стенд-бихайенд людей которые находятся сзади с этого момента мы понимаем что подобные вещи возможны что если НАТО в Италии это осуществляло оно осуществляло это не только в Италии в Турции Греции везде оно осуществляло это превентивно без всякой советской оккупации если террористические акты с такой направленностью могли существовать в Италии Турции где угодно и это подтверждено исторически то у нас нет никаких оснований считать что такая же возможность в Соединенных Штатах является бредом у нас есть не только прецедент Перл-Харбора который мы сравнили с прецедентом так сказать советским у нас есть еще и прецедент этих сетей Гладио этих самых стенд-бихайенд которые взрывали на своих территориях объекты и население ради того чтобы повернуть политический процесс но если они могли повернуть тогда политический процесс в сторону от коммунизма то кто сказал что в 2001 году кто-то не поворачивал политический процесс в нужную новую сторону в ту сторону которая привела потом к оккупации Ирака в ту сторону которая привела потом еще очень и очень многому в ту сторону которая создала новый Ближний Восток и так далее о том что это было так начинают говорить все парламент Бельгии Парламент Франции. Возникают новые и новые комиссии, возникает разледование Бельгийской парламентской комиссии и так далее и тому подобное. Люди уже описывают это в деталях. И, наконец, подымается самый больной, самый чудовищный вопрос. Вопрос об американском боевом уставе по специальным операциям FM-30-31Б. Этот вопрос подымают не в России и не в Италии, его подымают в Соединенных Штатах и не кто-нибудь, а Рей Кляйн. Легендарный американский разведчик, заместитель директора ЦРУ, человек, который очень долго работал на Тайване. Рей Кляйн говорит о том, что этот устав существует и что, согласно этому уставу, в определенных случаях для поворота процессов можно взрывать собственное население. Это позволено, конечно же, по высшему политическому решению. Нас спрашивают, а где это политическое решение? А мы спрашиваем, вы думаете, что его когда-нибудь вынут из стола и кому-нибудь покажут? Дальше то же самое признает Лича Джелли. И вот тогда, когда мы видим всю эту конфигурацию на столе, мы начинаем спрашивать себя, а почему мы не должны внимательно присмотреться к тому, что попадание самолета в башне имеет ровно такую же вероятность, как попадание иголки в нитку? А почему мы не должны внимательно присмотреться к тому, что самолет, который упал на Пентагон, не оставил следов и что, так сказать, он не сбил столбов, при том, что его крылья гораздо шире, чем расстояние между столбами? А почему мы не должны прислушиваться к вопросам профессионалов о том, что башни сложились как-то не так, а одна из башен вообще рухнула по непонятной причине? А почему мы не должны прислушиваться ко всему остальному, если половина американского населения уже к этому прислушивается? Если существуют десятки тысяч профессионалов, которые это обсуждают, почему мы не должны вообще обращать на это внимание? Никто из нас не может сказать точно, что там произошло. Никто не может обвинять американское руководство в том, что они сами это взорвали. Это конспирология. Но кто знает, какие именно могущественные группы и зачем поворачивали политический процесс, сравнивая этот поворот с поворотом в Перл-Харборе в нужную им сторону. Вхождение американских войск в Афганистан увеличило производство героина в Афганистане в 30 раз. Только героиновая мафия нажилась на сотни миллиардов долларов. Произошел поворот мирового процесса. Этот поворот не закончен. Почему мы должны заведомо считать, что не существует сил, способных к таким поворотам, если об этих поворотах говорилось в связи с Перл-Харбором, если эти повороты осуществлялись в связи с работой НАТО в 70-80-е годы, это доказанный исторический факт. И если есть слишком много фактов, говорящих о том, что это все очень странный терр-акт, странный с технологической точки зрения, с точки зрения этих самолетиков, как-то удивительно точно воткнувшихся в башню, странный по тысяче других обстоятельств, и действительно повернувший всю мировую стратегию в определенную сторону. Если мы будем об этом думать и задавать себе этот вопрос, то, может быть, мы будем не так слепы перед лицом грядущего. Может быть, мы скажем себе, что это десятилетие не прошло для нас даром, и мы научились думать и сопоставлять, думать и понимать происходящее, а не просто слепо смотреть на картинку, как баран на новые ворота, и верить всему, что говорит американский официоз, или впадать в конспирологические бредни. Может быть, все-таки есть что-то другое, что мы можем сделать, оставаясь людьми, то есть существами ответственными и мыслящими. Может, это другое все-таки есть. Может, есть этот третий путь, и может, этот путь выведет нас куда-нибудь из тупика мышления. Великие физики XX века говорили, тупик не существует в жизни, он существует только в голове. Вот, может быть, в нашей голове существует тупик, и если все то, что я сейчас сказал, хотя бы на йоту позволит кому-то подумать о том, как выйти из тупика, значит, я говорю все это не зря. В любом случае, мы должны сказать что-то небанальное в момент, когда мы отмечаем трагическое десятилетие тех событий, которые так многое повернули в мировой, а значит, не только американской, но и нашей истории. Продолжение следует...